Благодаря федеральным и краевым программам поселения получают возможность благоустраивать свою территорию, решать проблемные вопросы с освещением, строительством парковых зон, ремонтом дорог. Наступлением весны в поселениях района приступили к работам по благоустройству. Основное внимание уделяется ремонту дорожной сети. С учетом обращений граждан в городской администрации был разработан план предстоящих работ. С апреля и до конца осени будут прогрегированы все проблемные участки гравийных дорог. Администрация района держит на контроле этот вопрос и оказывает финансовую помощь поселениям. На сегодняшний день совместно с главой города мы провели серьезное совещание. Поставили задачу приобрести порядка 12 тысяч кубов щебня материалов. На сегодняшний день 4 тысячи кубов уже приобретено. И вот работы произвели по улице Маломинской. И в перспективе, конечно, стоит задача восстановить, прочистить все наши дороги нашего города. Не остаются без внимания и дороги садоводческих товариществ «Заря» и «Хуторок». В «Хуторке» дорога была подсыпана щебнем и прогрегирована еще в апреле. Сейчас завершен ремонт центральной улицы в «Заре». Что касается дорог в асфальтовом исполнении, то они также будут приведены в порядок. На сегодняшний день мы приступили к ямочному ремонту дорог. Общая сумма порядка 15 миллионов. Сейчас работы ведутся по улице Строительной, по улице Школьной, по улице Красной. Ну и в целом по всему городу стоит задача отремонтировать наши асфальтовые дороги после зимы. Поэтому работы продолжаем выполнять. И надеюсь, что в ближайшее время, в течение мая месяца мы все восстановим. Ямочный ремонт дорог уже завершен на улице Отдельской и Маевском шоссе. Также будут выполнены работы на улицах Ковтюха, Красной и Юных коммунаров Ленина. Сейчас городское поселение готовит документы для вступления в краевую программу по капитальному ремонту дорог. При положительном решении и получении финансирования планируется провести полную реконструкцию улицы Запорожской. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».